Добрый день, это программа Точка зрения. С вами я, ведущая Светлана Мелешко. Сегодня, 3 декабря, отмечается Международный день инвалидов. Сегодня в мире насчитывается 1 миллиард людей, ограниченных в каких-либо возможностях. И сегодня гость нашей программы Надежда Астахова, председатель регионального представительства Общероссийской общественной организации инвалидов вследствие психических расстройств и их семей «Новые возможности» в Липецкой области. Здравствуйте, Надежда Васильевна. Спасибо, что пришли. Как я узнала, действительно, эта организация «Новые возможности», она первая и единственная в нашей стране, которая объединяет людей, связанных с этим проблемами, их близких. И существует уже 9 лет. А что за организация вообще? Кого она объединяет на самом деле? Общероссийская общественная организация инвалидов вследствие психических расстройств и их семей создана в 2001 году. Сейчас она объединяет 53 региональных объединения России. Наша общественная организация в Липецке создана в 2005 году. Вот. В нее входят инвалиды вследствие психических расстройств, их родственники. И все небезразличные к судьбе и жизни психически больных людей, граждане. А для чего создавалась эта организация? Вот главная цель вашей работы? Вообще мы работаем по уставу, по программе Общероссийской общественной организации. Главная цель ее – это прежде всего защита законных прав инвалидов вследствие психических расстройств. Это оказание доступной психиатрической помощи, совершенствование психиатрических услуг. Это вот главная цель. Но основные направления деятельности Общероссийской организации можно выразить коротко. Это достойное лечение, это защищенное проживание инвалидов, это средовая доступность, личностная и творческая самореализация. Вот по таким направлениям работает Общероссийская общественная организация и наше региональное отделение. Ну про эти направления как раз мы и поговорим сегодня в нашей программе. А сколько же людей вообще затрагивает эта организация? Сколько в ней членов, сколько больных людей, инвалидов? Или те, кто просто активно имеют позицию и стараются тоже как-то защищать себя? Ну вообще в Липецкой области проживает более 30 тысяч людей с психиатрическими особенностями своего развития. На учете стоит, конечно, гораздо больше. И среди этих людей большую часть занимают инвалиды трудоспособного возраста. В нашей организации, конечно, есть актив, который состоит из инвалидов по психическому заболеванию. Активно участвуют в работе нашей организации родственники и все другие желающие. А такая структура создана для того, чтобы помогать семьям, помогать самим людям, у кого по определенным причинам произошло от рождения человека в ограниченных возможностях или вследствие каких-то заболеваний. Да, такая структура создана. Мы активно участвуем во всех реабилитационных программах, которые проводит психиатрическая областная больница. Привлекаем к работе в нашей общественной организации общественную палату Липецкой области, депутатов областного совета, депутатов Государственной думы, политические партии, например, «Единая Россия» с нами сотрудничает, «Справедливая Россия». Активно мы участвуем и помогают нам в работе ассоциации общественных объединений инвалидов Липецкой области. Мы сотрудничаем со многими некоммерческими общественными организациями инвалидов. Например, организация Липецкое региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов вследствие афганских войн. У них есть реабилитационный центр. На основе социального партнерства мы заключили договор, и наши инвалиды посещают этот центр. Ну, как известно, в здоровом теле здоровый дух, поэтому нашим ребятам физическая подготовка необходима. И поддержание себя в какой-то хорошей форме. И поэтому мы очень благодарны, особенно председателю этой организации Поляковского, Мирославу Викторовичу, ему огромное спасибо за это. Эта программа действует во внебольничных условиях для ребят. И будем ее продолжать. А вообще инвалидность вследствие психиатрических заболеваний или расстройств, она тоже по категориям? Первая группа, может быть, вторая, третья? Или тут уже однозначно какая-то одна позиция? Нет, да, конечно, так же, как и общая инвалидность, наши ребята, в зависимости от тяжести своего заболевания, от последствий его, устанавливается им инвалидность различных групп. И какие самые распространенные заболевания приводят к этому или возникают, или от рождения? Вот с кем приходится сталкиваться чаще всего вам, как руководителю представительства? Ну, заболевания, психические заболевания, их много. Большую группу составляют эндогенные заболевания. Причины их до сих пор не установлены, единственная причина. Много разговоров по этому поводу. Ну, часто случается психическое заболевание на фоне стрессовых каких-то ситуаций. Бывает пубертатный период, когда ребенок в подростковом возрасте, например, или в старческом возрасте, старческие заболевания. Если говорить просто о названиях, если люди, может быть, никогда и не сталкивались, то какие... Понятно, что вы не доктор. Это психозы различные, это депрессии всевозможные, это биополярные расстройства, маниакально-депрессивные психозы и ряд других заболеваний. Ну да, от которых, в общем-то, даже от самых таких депрессий никто не застрахован, ни один человек. И, в общем-то, нужно быть готовым для того, чтобы самому к этому не прийти. Быть в курсе. Быть в курсе, да. 30 тысяч человек, это много, да? То есть теоретически мы можем встретить этого человека в любом месте области, города. Эти люди ведь не сидят дома, они также выходят в кино, куда-нибудь там вот спортом занимаются. Да, к счастью, не знаю, или к сожалению, последние изменения в социальной политике нашего государства, нашего региона, которые направлены на оптимизацию здравоохранения, имеет тенденцию к тому, что идет оказание помощи в небольничных условиях. Закрываются психиатрические учреждения, которые раньше выполняли свою изолирующую роль. Но у нас программа доступная среда, поэтому инвалиды вследствие психических расстройств, эта среда должна быть, вся жизненная среда должна быть доступна. И они должны участвовать в жизни общества, в трудовой деятельности и в других сферах. То есть вот на ваш взгляд, реализация доступной среды для людей с психическими расстройствами в чем должна заключаться? Понятно, что вот когда делают внешние пандусы, строят это для тех, кто на колясках. А в чем реализация для людей именно с этими, вот так скажем, болезнями? Главная проблема доступности для наших инвалидов жизненной среды заключается в отсутствии хороших программ реабилитационных по психосоциальному их восстановлению и сохранению. Это вот главная проблема. Государства и законы предусматривают создание таких реабилитационных программ. Они должны быть. Начинаться они должны с психиатрического стационара. Необходимо, чтобы каждый стационар имел в своей структуре лечебное реабилитационное отделение. Это просто необходимо. Помимо трудовых мастерских производственных, необходима вот такая вот еще и структура реабилитации. И которая плавно должна переходить в внебольничную работу. Вот. Связь со всеми социальными институтами нашей жизни. То есть человек не надо изолировать? Нет. Изолировать сейчас, да, политика. Не на изоляцию, это и не выгодно государству, а как раз на интеграцию в обществу, как и всех инвалидов. У нас звонок есть, Надежда Васильевна. Давайте послушаем вопрос. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Пожалуйста, говорите. Сегодня программа «Доступная среда», а мне интересует такой вопрос. Доступная бесплатная юридическая помощь не на первом месте она должна находиться? Хороший вопрос. Да, нам сейчас доступна юридическая помощь. Наша общественная организация имеет высококвалифицированного специалиста-юриста в своих членах. То есть вот здесь у нас в Липецке есть юридическая помощь? Вот лично наше региональное отделение. Поэтому обращайтесь. Да, кстати, обращайтесь. Если люди спросят, куда обращаться и как можно найти вашу организацию, то где вы находитесь, если это не секрет? Нет, это не секрет. Конечно, постоянного места сейчас у нас нет. Но на Аксакова, 5, где находится диспансерное отделение Липецкой областной психоневрологической больницы, завершается строительство амбулаторного комплекса, где будут развернуты отделения дневного пребывания больных, пациентов, последующие их вне больничной реабилитации. Ввод в эксплуатации этого здания будет в июле месяца 2015 года. Там будет находиться наше представительство, наша организация. Аксакова, дом 4. А пока можно обращаться по телефону. Я знаю, у вас есть и сайты, и желающий человек может найти. Организация называется «Новые возможности». Новые возможности сайт nvm.org.ru А насколько вообще важно регулярное взаимодействие с медицинским учреждением, с психиатрами, с психологами для людей, которые, и даже, наверное, для близких этих людей, чтобы они могли себя чувствовать. Тоже, наверное, стресс и какие-то проблемы возникают. Да, конечно. Если человек перенес первый эпизод психотического заболевания, его ставят на учет в психиатрическом учреждении, и специалисты ведут его по жизни. Да, большую при этом испытывает стрессовую ситуацию семьи психически больных. Большая нагрузка и моральная, и физическая, да и материальная ложится на их плечи. Поэтому взаимодействие со специалистами, с психиатрами, с психологами, социальными работниками – это необходимые условия для ведения по жизни своего близкого больного. То есть человек, у которого такой диагноз, в общем-то, поставлен, его можно, так скажем, поддерживать в нормальном состоянии? Есть медикаменты сегодня, есть методики, да, для того, чтобы не было, ну, как мы знаем, традиционно весеннее и осеннее обострение даже у обычных людей. Существуют, да, программы какие-то? Да, вот к счастью, медицина не стоит на месте. И сейчас созданы антипсихотики нового поколения, которые не дают абсолютно побочных явлений, страшные, нехорошие побочные явления. Они избавляют наших ребят от этого. Вот. Снимают симптомы психотические, очень хорошо снимают. Поэтому в этом отношении психиатрия шагнула вперед. Но при лечении психических заболеваний еще и важна другая структура – это психосоциальная реабилитация. Параллельно с лекарственным лечением обязательно должна быть восстановительная терапия проводиться. Что это? Что это такое? Восстановительная терапия. Это все методы психосоциального воздействия. Ведь в чем трагедия психического заболевания? А трагедия заключается в том, что психическое заболевание постепенно стирает все знания, умения, навыки человека. Продолжаем программу «Точка зрения». Сегодня разговариваем про людей, которые являются инвалидами вследствие психических расстройств, их семей и организации новой возможности в Липецкой области. Надежда Васильевна, мы говорим с вами о том, что люди, у кого такой диагноз, и жизнь может быть даже и поставлена неожиданно, меняется как-то жизнь. А вот при каких условиях эта жизнь у человека может сохранить свое предыдущее течение? То есть этим людям может быть даже и не обязательно всегда быть больным, а можно продолжать работать, с близкими общаться. То есть это реально? Не надо чего-то там пугаться? Конечно. Только что нужно делать? Пугаться не надо психического заболевания. Оно сейчас успешно лечится. Это миф, что психические заболевания неизлечимы. Можно иметь психиатрический диагноз, но при соблюдении лекарственного режима, постоянного, и при хороших психосоциальных реабилитационных мероприятиях можно сохранять свою жизнь, свои функционирования, на плаву быть, также работать, учиться, вести семейную жизнь, жениться, замуж выходить, заниматься любимым делом. И часто даже соседи и близкие не знают, что у больного был приступ, например, психотический, психоз был, болен он чем-то. Принимая лекарства, эти симптомы сглаживаются, и человек живет обычной жизнью. Ну да, то есть ему нужно просто постоянное лечение, да? Да. Постоянные медикаменты какие-то необходимые. Как гипертоники у нас постоянно, одну таблеточку прими на ночь, чтобы давление не поднималось. Диабетики, то же самое, постоянно прием лекарств. Так и здесь. Да, тут, конечно, есть и, так скажем, те, кого это не затрагивает сильно, но есть и от рождения люди-инвалиды, да, с психическими какими-то заболеваниями, и вследствие каких-то даже травм или еще чего-то. Есть инвалиды, как вы сами сказали, есть и первая группа, и второй, кто, ну, не работает. Ну, они же тоже не могут быть, так скажем, не вести какую-то активную жизнь. Люди занимаются творчеством? Люди занимаются творчеством и не только. И не только. Они также устраиваются на работу, инвалиды наши устраиваются на работу, трудятся. Очень хорошая программа, внебольничная, существует на основе психосоциальной реабилитации методом арт-терапии в диспансерном отделении психо-нефологической областной больницы. Эта программа создана, я сейчас вам расскажу историю. В 2005 году, когда наша образовалась организация, первый наш шаг был, это по согласованию с специалистами, мы решили открыть на базе диспансерного отделения арт-студию для инвалидов именно с проблемами психического здоровья. Специалисты, психиатры, нас поддержали. Они знают об этом очень эффективном методе психосоциального воздействия, работающих с инвалидами. И в дальнейшем этот проект получил свое развитие. Очень хорошая получилась программа, где работает арт-проект, творчество невидимок. Может, вы знаете, ежегодно мы, выставляя творчество наших ребят, показываем в Музее декоративного прикладного искусства. Наши ребята участвуют в городских, межрегиональных, международных выставках творчества инвалидов. То есть они рисуют? Рисуют. Пишут стихи. Только рисуют, пишут стихи, делают поделки, осваивают городскую среду, посещают театры, кинотеатры, цирки. Проводим экскурсии, проводятся специалистами. Но наша общественная организация, мы участвуем в этой реабилитационной программе. Экскурсии по области познавательные, в парки, скверы, на пляж нашего города. Ну, не зря же говорят, что человек может быть талантлив, и его талант проявится именно вот только после этого. И художник Ван Гог тоже был болен с каким-то психическим расстройством. А какие картины делал? Ваши подопечные тоже талантливы? Есть там звезды? Вот психической болезни от нее никто не застрахован. Ни талантливые люди, ни кто-либо другой. Но по наблюдениям иногда и очень часто талант идет рядом с психическим заболеванием. Вот мы любуемся картинами Врубеля, Ван Гога, Гои, слушаем музыку Мусоргского, читаем произведения Достоевского, Гоголя, других талантливых художников, поэтов с психическими заболеваниями. Но это нисколько не умаляет их достоинства, их вклад в науку и развитие искусства. Вы назвали еще больше фамилий, конечно, сразу. Людей, которые, в общем-то, всем известны, и даже мало кто задумывается. Какие они были в обычной жизни? Насколько им, может быть, было тяжело жить, близким было тяжело с ними? Это действительно тяжелый труд? Рядом быть с человеком, у кого такие расстройства? Это очень тяжелый труд, да. И вот большой груз ответственности за жизнь, здоровье ложится, конечно, на семьи. Большая проблема сейчас в психиатрии – это отсутствие медико-социальной поддержки, которая обеспечивала бы хорошую жизнь, достойную, безопасную жизнь инвалидов вследствие психических расстройств. А между тем существуют многие формы, и они законодательно в нашей стране прописаны. Это создание общежитий для лиц, утративших социальные связи. Это, прежде всего, медико-реабилитационные отделения при психиатрических больницах, где идет реабилитация больных, их восстановление и подготовка к самостоятельному проживанию. Вот и ряд других учреждений. Об этом еще поговорим. У нас еще один звонок есть, давайте послушаем. Добрый день, слушаем ваш вопрос. Добрый день, слушаем, пожалуйста. Здравствуйте. Пожалуйста, говорите. Я хотела задать вопрос вам. Вот у меня внук психически больной, ему 12 лет. Есть какая-нибудь детская программа для таких детей? Да, если он стоит у вас на учете в психоневрологическом диспансерном отделении, вы можете обратиться по реабилитационным программам к своему лечащему врачу, он вам подскажет. Такие программы есть. Ну и таких детей, наверное, обучают в специальных коррекционных школах, готовят их к какой-то самостоятельной потом взрослой жизни, ну, при определенных, конечно. Несомненно, такие дети, да, обучаются, они должны обучаться, вот, и также не только в школе, но и профессиональная подготовка определенная у них, да, и готовят их к трудовой деятельности. Надежда Васильевна, ну да, мы начали говорить о том, вот, как нужно помогать семьям, где такие проблемы существуют, то есть вот есть инвалид, то как организация ваша, может быть, продвигает свои предложения, ну, там, федеральные структуры по медико-социальным вот этим проектам? Да, мы активно, я вам уже сказала, взаимодействуем с администрацией Липецкой области, предлагаем реализацию своих реабилитационных программ, вот. Вот, ну, где-то что-то получается, где-то нет. Вот, например, в результате взаимодействия общественной организации, психиатрической службы, государственных ответственных структур ускорен вопрос решения с завершением строительства дневного стационара, что на Соколе. То есть там вот этот стационар, он предусмотрен для тех, кто пройдет там курс лечения, да? А в это время близкие могут тоже, наверное, отдохнуть. Конечно. Вот в этом, наверное, тоже есть проблема определенная, что этого человека нельзя оставить на 24 часа одного. Наверное, в этом еще есть потребность, да, в каких-то вот структурах, где общежития, вы говорите? Ну, общежития, да, там определенная структура, там работают не только специалисты, социальные службы, инспекторы, инструкторы по труду, потому что эти общежития должны в своей структуре иметь производственные мастерские. То есть эти инвалиды должны быть заняты, включены в какую-то полезную занятость, конечно. А как правило, чем они вот заняты? Какой полезной деятельностью? Ну, каким трудом? Какими вот увлечениями? Я вижу, у вас стоит диплом и награда даже с фестиваля нитиориадная. Это уже традиционная акция, где участвуют ваши, наши липецкие люди? Да, это, можно сказать, традиционная акция. Как я сказала, на диспансерном отделении, что на Соколе, у нас существует очень хорошая программа реабилитационная, психосоциальная, на основе метода арт-терапии. Эта программа работает не один год, ведет ее, руководит ее клинический психолог, арт-терапевт. Вот. И в этом году проходил в Москве третий фестиваль творчества людей с психиатрическими особенностями. И психиатрическая областная наша больница участвовала в этом фестивале в номинациях изобразительное творчество и поэтическое искусство. И вот именно ребята из этой реабилитационной группы в количестве пяти человек, три нас сопровождающих, наши организации тоже там присутствовали, участвовали вот в этом необыкновенном, очень нужном фестивале. То есть вы туда ездили? Ездили, ездили. Да, это было с 10 ноября, он проходил по 14 ноября в городе Москве. Привезли наградные дипломы. Да, все получили наши ребята такие вот Оскары своеобразные. Этот фестиваль называется Нить Ариатный. Организатором его является региональная общественная организация московская, которая называется Клуб психиатров. также правительство Москвы, много фондов подключено. Участников где-то было больше 800 человек с международным участием. Были из Норвегии, были из Швеции, Германии. В общем, есть возможность проявлять себя для людей даже с такой инвалидностью, с такими заболеваниями. Ну и последний вопрос, все-таки, значит, как можно найти вашу организацию для того, чтобы, ну, получить, может быть, консультацию, помощь людям? С нами можно связаться по телефону 8 909 220 90 22. Спасибо большое, Надежда Васильевна, за то, что пришли. Желаю, чтобы вашим подопечным их проблемы решались достаточно оперативно и помогали вы им нормально существовать. Это была точка зрения Надежды Астаховой, председателя регионального представительства Общественной организации «Новые возможности». Всего вам доброго, до свидания.